В зале стадиона «Снежинка» собрались участники клуба по спортивному ориентированию. Перед стартами своеобразный урок истории. Он посвящен одному из самых выдающихся полководцев гражданской войны в России, Александру Егорову. Он один из первых маршалов Советского Союза. Встреча прошла в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Человек, который мог внедрить новые стратегии в управление войсками – это маршал Егоров. Но в целом целью нашего проекта является как раз-таки воспитание личности не только творческой, но и образованной тех людей, которые гордятся своей страной, тех людей, которые любят нашу Родину. Сразу после для спортсменов школы имени Горелого эстафета по спортивному ориентированию. Участники показывают свою физическую подготовку и оттачивают навыки по чтению карты, умению ориентироваться по звездам и обращаться с компасом. Главная задача – коснуться всех отмеченных командных пунктов и передать карту своему товарищу на финише. Мы вообще выходим уже, когда сильно темно будет, с налогными фонарями, с картами. Идет та же работа, техническая, тактическая, которая нам необходима при работе с компасом и картой на дистанции, на соревнованиях. В треугольник старта у вас в карте, пункт «К» висит российский азимов. В отделении спортивного ориентирования люди самых разных возрастов – от 8 до 95 лет. Так самый юный участник клуба Саша Кантемиров принес своей команде третье место в этой эстафете. Я даже в карты не смотрела, я просто бежал за всеми. А там я просто через домик потом срезал, вот здесь я КП, вот здесь я гнал мальчика и стал третьим. Эти соревнования по спортивному ориентированию являются разминкой перед большими стартами, которые пройдут уже 1 ноября в Дубках. Андрей Панченко, Вильфрид Демковский, Новости, Хинке-ТВ.